Это уже второе заседание штаба по развитию рынка шерсти в России. Первое прошло осенью в Ставропольском крае. Тогда его участники, а это представители Совета Федерации, Минпромторга, Минсельхоза и ряда других федеральных ведомств, плюс регионы-лидеры по производству шерсти, приняли решение создать дорожную карту, прописав в ней необходимые действия для возрождения отрасли. Самый главный вопрос, быть ли отечественной шерстяной отраслью или не быть, ответ был уже дважды дан правительством. Первый раз, когда Михаил Владимирович посетил Карачаево-Черкесскую республику, второй раз, когда правительство утвердило дорожную карту, сказав, что ей быть. И наша задача – донастроить эту модель, чтобы она реально работала. Местом проведения очередного заседания Всероссийского штаба по вопросам развития рынка шерсти Черкесск был выбран потому, как Карачаево-Черкесия – один из признанных российских лидеров по разведению овец. А еще, кроме богатых традиций, в регионе есть необходимая для развития отрасли инфраструктура. Ежегодно поголовье овец в республике увеличивается. И в настоящее время составляет более 1 миллиона 200 тысяч голов. Это результат постоянной государственной поддержки, оказываемой как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом на территории республики имеются действующие предприятия по переработке шерсти, в том числе и полного цикла. И реализуется проект по созданию нового высокотехнологичного предприятия. Формируя отечественный рынок шерсти, главное не навредить уже десятилетия существующим предприятиям. Это основная мысль, озвученная на совещании. При этом положительный опыт необходимо тиражировать с учетом современных требований. И тут текстильные предприятия Карачаево-Черкесии могут быть хорошим примером. Я потрясающе, наверное, впечатлен последними сутками работы. Спасибо огромному команде правительства республики, потому что и для нас, и для нас сельхоза открылось параллельное существование мира с уникальной способностью конкурировать с Европой производительностью, экономичностью, внутренним балансом, международными связями. Также участники совещания оценили региональные балансы производства, переработки и потребления шерсти, обсудили с производителями ряд актуальных вопросов и договорились, что Совет Федерации совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и другими федеральными ведомствами во взаимодействии с регионами продолжит проработку действенных механизмов поддержки и развития рынка шерсти. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24.